Так, продолжаем Третья часть Во-первых, значит, забыл сказать, чего нужно сделать И как надо пользоваться Если придется закрутить сам удлинитель Вот для этого этот ключ и пригождается Значит, чтобы закрутить какой-нибудь удлинитель Куда-нибудь Мы впихиваем в него ключ А в оставшуюся часть ключа Снова напихиваем наш такой же удлинитель Вот так И получаем адскую длинную ружку с ключом Все очень удобно и очень технично Значит, вот эту всю хрень мы валим В мою тут коробочку Это все мега-наследство и мега-числица в один раз Значит, теперь по своему этому металлопласту пробегусь С которым пришлось работать Ну и тут, к слову, завалялся у меня вот обратный клапан Вот он выглядит вот так И бывает с пластиковым седлом Либо с металлическим Но металлическое вроде как получше Вот оно Вот так вот он работает Пусть валяется Значит, вот так вот выглядит фаровская концовка для металлопласта Даже вот так вот правильно Вот Она напоминает обычный этот самый фитинг несчастный с разрядным кольцом Только в отличие от дешевки с рынка Вот это вот кольцо, оно так впивается в металлопласт Что его просто невозможно выкрутить Я об этом вот уже говорил Значит, вот эта часть вводится в коллектор В штатную вот дырку И вот это вот все вот так вот закручивается Вот эту самую гайку можно закручивать Либо специальным фаровским ключом Он стоит практически 500 рублей Я вот все-таки на него раскошелился после второй разводки Потому что этот ключ Специальный фаровский ключ позволяет подлезть Под любой отвод из коллектора Не раскручивая остальные Однако, если ты делаешь один раз это для себя Такой ключ можно не покупать А прикручивать по коллектору просто последовательно То есть, раз гайка закрутил Пользуясь вот этим свободным местом Дотягиваешь ключом Дотягиваешь вот так вот ключом Два, три, четыре И набил вот так вот коллектор Так Значит, если ты работаешь с металлопластом То вот Вот эта вот самая американка для металлопласта С металлопластом надо делать все только под пресс Никаких вот этих вот фитингов Вот фитинги с кольцом Можно использовать только на фаре, на коллекторе И то некоторые берут коллектор с обычной резьбой На одну, вторую И фигачат американки Вот американка под металлопласт фаровская С ней идет прокладочка И вот такая вот накидная гайка Которую запрессовывается металлопласт То есть Если мы вот возьмем Например наш удлинитель Гаечки, ой прокладочки Надо при работе все-таки куда-нибудь выкладывать Потому что они имеют свойство вываливаться Как бы вот она отлично берется Одной рукой Не очень удобно Попробую И накручивается И получается вот такая вот красивая накидная гайка Ну и опять же На тему фара, не фара и материалов Вот под металлопласт есть так называемая водорозетка Ну то есть то, что на стенку прибивается И в него вкручивается смеситель Либо какая-нибудь еще хрень под плитку Во-первых, замуровывать, если мы вдруг работаем с металлопластом Мы можем только вот вещи для пресса По-любому Соединение с вот такими накручивающимися гайками Запрессовывать нельзя Все-таки Ну в общем, нельзя Я когда-нибудь на блоге напишу все-таки пост И опять смотрим на толщину стенок Тут плестящие не очень удобно Но я думаю, что видно Что фаровская вот такая вот штука Имеет огромнейшую толщину стенок И опять же Даже самый конченый товарищ без опыта Дебил Не дебил Самый вообще гопник Пьяный мастер Который там делает кому-то сантехнику Он фиг ее сломает А вот в данном случае с водорозеткой Это достаточно важно У Рихао с его шитым полиэтиленом То же самое Такие же прочные водорозетки Значит, это важно чем? То, что мы эту бедную водорозетку Один раз замуровали под плитку И если она треснет Это пипец Полному ремонту И придется снимать плитку Что-то там расковыривать Перекладывать Поэтому в этом случае, конечно Важно смотреть на толщину стенок материала Вот так вот Ну и собственно В водорозетку тоже что-то там Вкручивается Смеситель Эксцентрик И поехали Вот такой вот маленький обзор А то я думаю, что это будет быстрее Чем по мылу что-то там втирать